Добрый всем вечер. И сегодняшняя тема – это, собственно, продолжение вот этой галактической линии. И понятно, что на самом деле, если я куда-то иду, то к Шульхана Руху. Ситуация выглядит так. Вот то, что я сейчас буду говорить, это некоторое ровное место для исследователей и не очень очевидное для читателей. Когда Рабыну Ашер эмигрировал из Германии в Испанию, ему было 55 лет. То есть уже очень немолодой человек, и тут надо добавить к этому, что понятно, что люди в таком возрасте уже не очень меняются. Вот давайте так это сформулируем. Значит, его сын, о котором мы говорим, Рабыну Яков, к тому моменту ему было 33 где-то. Ну, приблизительно. Только вы учтите, что возрастая вынужден давать приблизительно по причине того, что там есть споры по поводу дат рождения. Там плюс-минус 5 лет всюду нужно брать. Значит, и Рабыну Ашер проживет в Испании еще 17 лет. Главный его труд. Он оставил два труда основных. Ну, кроме некоторых комментариев к Талмуду, это не очень это самое, а именно, комментарии Роша, Рабыну Ашер к Талмуду, это галахические выводы. Вот эта работа похожая на работу Альфаси, но несколько менее повторяя. Если Альфаси просто как бы, комментарии Альфаси построены в виде ножниц, мы отрезаем все, что не имеет отношения к психат Галаха, и оставляем только то, что есть, то Рабыну Ашер ведет на ту же тему, пишет, но при этом он уже ножницами не пользуется, а пишет своим языком, и просто пишет краткие выводы довольно-таки из Талмуда, и иногда он отступает и так далее. Вот труд Рабыну Ашера, он такой, поймите, труд Рабыну Ашера, он очень сильно завязан на всенемецкую школу, а именно Тософот, который, конечно же, произведение прованское в основном, но немецкое в высокой степени точно так же. И в основном это какой-то итог, это Раби Мейер из Ротенбурга, учеником которого он является. И это Тософот, конечно же. И он пишет там некоторые выводы на основании. Теперь его сын, это значит уже, ну, грубо говоря, вообще принято писать, что это второе поколение эмигрантов, по-моему, это, ну, как бы человек, который приехал в Испанию в 33 года, считать вторым поколением эмигрантов, это, по-моему, преувеличение некоторое. Он такой же немецкий автор, немецкий, я имею в виду Ашкинасту, но живет в Испании. При этом человек, он был, вот, я даже не знаю, как это охарактеризовать. Вот, например, он почему-то у немцев это было в немецкой общинах, это было не очень принято, он считал, что Раф вообще не должен получать зарплату. При этом жил он чудовищно бедно. То есть там вот я приводил письмо, в котором он пишет, что своему отцу дает вопрос, что не находится ли он, рабейну Яков, уже в состоянии, когда осе Шептехо-холь, превратил свою субботу в будни при такой бедности, но не возлагая обеспечение себя на общине. Он действительно отказывался получать деньги за общину, поэтому он финансово бедствовал. Кстати, при этом он в Испании приходил до отца, и не очень понятно, почему там не очень понятная ситуация, в связи с чем связанная, но он чуть-чуть раньше приехал. А сейчас он в городе Толедо. Кто хочет посмотреть, как выглядит тогда город Толедо, то я рекомендую одну из лучших, на мой вкус, картин Эль Греко, вид на Толедо. Совершенно феноменальная красота картина. Я просто рекомендую. Значит, он остался в Толедо. Там он занимался двумя вещами. Первая вещь, которую… Вот теперь внимательно. Вот все, кто дальше будут люди такие вещи делать, особенно это видно хорошо, рабе Ясипа-каро, он долгое время рабейну Яков подготавливает к печати работу своего отца. И, собственно, Рош, который мы видим, комментарий рабейну Ашера к Талмуду, вот эти вот знаменитые примечания, это подготовка, скорее, его сына. К этому он приделывает еще одну работу, которая называется «Краткие выводы» из Пески-Роши. Называется Пески-Роши, это рабы Мегафов заделать эту работу. Вот эта подготовка, тщательное изучение, тщательное – это на уровне составления собственного комментария, тщательное изучение предшественников, чтобы потом приступить к главному труду жизни. Это Рамбов, который поступает также, вот он пишет вначале большой комментарий на Мишну, комментарий на стиле Аль-Фаси, на Иерусалимский Талмуд, и только потом приступает к Мишне Тора. Фундаментальному кодексу. Вот в будущем, забегая в период от Раби, но Йосеф Каро, Раби Йосеф Каро, когда, прежде чем написать Ширханарух, написал развернутый комментарий к некоторым томам Мишне Тора, комментарий к труду, о котором мы сегодня будем говорить Арбатурим, и только потом приступил к созданию Ширханаруха. То есть вот этот вот стиль вначале очень тщательно проработаем предшественников и только потом приступаем к собственному труду – это, в общем, обычная вещь. Но дальше происходит некоторая вещь, которую вообще действительно, вот почему так старательно современные авторы пытаются говорить про второе поколение в Испании эмигрантов. Цена в том, что есть грандиозная разница между испанской общиной и немецкой. Немецкая община в своей массе, раввины немецкие, германские, очень не любили делать галактический вывод для всех. Они всегда его делали для одной общины. Они вообще были против централизованного закона. Причем они были против на уровне… Дело в том, что вот Тософот, ты читал Тософот, который всегда приведет в серию хорошей новеллы Тософот, приводит 3-4 мнения, 2-3, 2 – это обязательно. И приводят их, причем так, аргументирование, комментарии Тософот, он аргументированный всегда. Приводят 2-3 мнения всегда. Немецкая община находится под жестким, под тяжелым влиянием. И мысль о том, что спор надо прекратить галактический и сделать один единый вывод… Благо есть, в конце концов, были же разработаны еще во времена Гаонов методы, как из споров Талмуда делать галахические выводы. Там такое-то говорит так-то, но мы знаем, что галаха всегда по такому-то… Кроме шести слухи, например. Споры Рава и Шмуля – галаха всегда по Раву, кроме шести слухи. Спор Аба и Рава – галаха всегда по Раве, кроме таких-то слухи. Там правила эти… Есть книги, просто у тебя опубликованы правила вывода галахи из Мишны. Там галаха при споре Раве Акива с любым из его товарищей, то есть современников, всегда галаха как Раве Акива, кроме случаев, когда против него выступает как минимум двор. Ну и так далее. Есть правила. Ну, самое знаменитое, что спор начинается еще со времен, чуть ли не до Мишны. В споре Шамая и Хилеля – это споры слова Бога жизни, но галаха пусть будет как дом у Хилеля, кроме перечисленных случаев, где галаха подушена. Шамая. То есть это правило, где не говорится, что такое это неправо, а говорится правило, как он закон строит. Поэтому можно было бы теоретически строить закон таким же образом и потом. Просто объявить, что там в спорах, ну неважно, возьмите рабейну Ашара и Рамбом, рабейну Маше ибн Маймон, он ибн Абдулла, и значит, галаха всегда там идет так. Вот в германское общение это в голову не приходило даже. Они любили споры, и спор ради спора. Они не любили вот этой системы централизированного единого закона. Вот это мечта Рамбома, из-за которого он пишет Мишне Тура, где он хочет единый закон для всех, где он хочет, чтобы любой человек, который знакомится с Мишне Тура, мог больше не трудиться выводить закон, а просто взять прямо по книге. Ведь на практике были некоторые споры и поползновения, например, вот книгу Мишне Тура объявить единственным источником Галахии. Ну, кроме новых каких-то ситуаций, но тогда новые все равно вводятся на основании Рамбома. В Испании был такой рабейну Игуда, брат Рабейну Якова, о котором мы сегодня рассказываем. Он, например, считал, что Галахаб всегда по Рамбому, но он тоже в Испании жил, Галахаб всегда как Рамбом, кроме там некоторых случаев, когда надо делать по его отцу, то есть по Рабейну Ашеру. Парош, ну, Рош, как известно скорее, как Рош, чем Рабейну Ашеру. Значит, но на практике в Испании были такие предложения, но они не… Еще раз, осталась одна община, где Галахаб всегда по Рамбому, и это Еменская община. Вот в ней всегда по Рамбому. И, например, одна из сложнейших проблем для Еменских общин состоит в том, что, собственно, их Сидур не Рамбомовский на самом деле, хотя они старательно доказывают, что Рамбом… Они пытаются доказать две противоречащие друг другу вещи, что, с одной стороны, их Нусах Еменский – один из древнейших, правда, они делают вид, что не знают обычно в том случае, что существуют два Еменских Нусаха, что их был вариант молитвы, а второй вариант… Но к этому они добавляют, что Рамбом, когда получил молитвенник Еменский, пришел от него в восторг и всю Галаху по законам молитвы делает по Еменскому Нусаху. Да, это еще такой вопрос. Значит, но это Еменская община. Для германских общин вообще такая мысль, что существует книга, по которой вся закон всегда берется по ней, это просто… Этого, очевидно, не может быть, даже не надо формулировать это. Вот это некоторая проблема. Это не надо формулировать даже. Это более чем община. Испанская община, причем, я хочу заметить, испанская община, там, Кордова, Толедо, они разные вроде общины, но у них как бы идея единого кодекса, равного для всех, она для испанской общины очень естественная. Заметите, что испанская община действительно не очень много занималась Галахой, а предпочитала заниматься другими делами. И в этом смысле испанская община как бы с удовольствием воспринял наличие какой-то книги, где весь закон сведен в этом смысле. Рамбам, кажется, должен был бы быть идеалом, но он не подошел. Там много внутренних причин, что произошло, но он не подошел. И я хочу заметить следующее. В основном проблема выглядит так. Во-первых, поверьте, вам придется просто принять на слово то, что я сейчас говорю, Галаха в вопросах, связанных с молитвой, почти никогда не по Рамбаму. То есть вот в хасидском нусахе, в хасидском варианте, в нусах сфарад то, что называется, не путать с нусах сфаради, это разные нусахи, значит, встречаются некоторые варианты, явно взятые из Рамбама, и это огромное исключение. Галаха в законах молитвы почти никогда не по Рамбаму. Ну, например, у нас установлено, что утренние благословения читают все и всегда и подряд, вот как они в Сидоре написаны. По Рамбаму они читаются только ситуативно. А вот когда вы читаете, надевая головной убор, произносят благословение, то это вот только когда вы надеваете головной убор. А вот благословение, например, которое дал петуху разом различить утро и вечер, по Рамбаму она произносится только если вы слышали голос петуха. По этому поводу городской житель может насладиться этой молитвой, либо он пусть завезет и пойдет на привоз, купит себе петуха, чтобы он у него орал по утрам, либо поехать в деревню, там, где есть петухи, которые ему предоставят возможность читать это благословение, когда будут орать по утрам. Правда, надо сказать, что когда петухи в деревне орут, мне скорее хочется придушить, чем прочесть благословение, потому что я в это время обычно сплю. Но постановления сегодня читают их все подряд на самом деле. Там еще много подобных вещей есть. По этому поводу Раббейну, Рабби Яков бен Ашер, начал сочинять кодекс, в котором стал, то есть как бы повторение за Рамбамом кодекс по практическому закону. Есть большая разница между Рамбамом и Рабби Яковом. Рамбам писал по всем законам Торы. У него, например, есть в том законе чистоты, крамлы, неактуальные. Я хочу заметить, причем те, кто там законы семейной жизни считают, что законы неда, они связаны с законами чистоты, так вот я сообщаю, что нет, это разные законы. И законы там разные, потому что неда в смысле Храмовым и неда в смысле семейного – это два разных закона. Они не похожи, кстати. Например, в разное время в Микму на докумацию. Это не похожи в законы. У него есть законы, связанные с Храмом. Например, законы жертвоприношений, законы статистического Храма. Есть такие законы. Законы Сангедрины Верховного Суда. Все это законы на сегодняшний день и на время Рады Якова, и на время Рамбома неактуальны. По этому поводу Рады Яков решил, начал создавать это действительно перелом внутренний в создании. То есть человек как-то переломил себя и пошел за требованием сепардской общины создание единого, книга единого законы. Теперь вопрос выглядит следующим образом. В чем одна из проблем? Вот вроде бы есть Альфаси, есть Рабейну Ашер, есть еще один комментарий Мордехай. На нем его сегодня мало просто изучают. И когда вы встречаете ссылку галактическую на книгу Мордехай, автор ее Мордехай, как мне трудно догадаться, это Ашкинастая книга по происхождению, то это почти всегда ссылка не прямая, а ссылка через кого-то. Хотя она в конце «Толмуда» она приводится, кстати, но ее мало кто читает. И читают ее только когда кто-то из более поздних комментаторов на нее ссылку ставят как обязательное для ознакомления мнения по этому вопросу. Эта книга почему-то не зашла, хотя в, скажем, 16 веке она была очень популярна именно в Северной Африке, как это ни странно. Ну, бывает такое. Но дело в том, что в результате вот законов, которые следуют по Тософоту, эти законы оказались очень сильно разбросаны по Толмудам, по Томам. И найти нужный закон – это надо очень хорошо знать эту литературу. А хотелось бы все собрать подряд и по темам. Сила Рабиакова оказалась вот какая. Он создал идеальную форму для кодекса. Он написал книгу, которую назвал Арбатурин, четыре ряда, то есть четыре столбца. Имеется в виду, что в нагруднике первосвященника, в Хошен Вишпад, который, нагрудник суда, камни, были 12 камней, расположенных в четыре ряда, сверху вниз имеется в виду, четыре на три. Это горизонтали три, вертикальные четыре. Вот эти четыре ряда и называются Арбатурин. Вот он имеет в виду именно это, что как бы это нагрудник суда, он пишет книгу «Нагрудник суда», и в ней четыре тома, как бы каждый столбец, четыре столбца, я не знаю, четыре. Когда мы составляем таблицу, у нас есть ряды и колонки, четыре колонки. О, для нагрудника как-то вергоценных камней плохо получается. Ну вот, где-то вот это имеется в виду. И ему удалось потрясающе скомпоновать материал, так что это стало очень удобно в пользу. То есть, в отличие от Рамбома, который компонует материал по темам, Рабейн Уяков придумал совершенно прекрасный способ компоновки материала. И я хочу заметить, что последователи все, кто составляет кодексы, а дальше будет созданный еще кодекс, ну, естественно, Шульхана Рух. И в 20 веке Раф Эпштейн пишет «Ароха Шульхан». В 18 веке, в конце, в самом главный хаббатский Раф, основатель движения Хаббат Рабешнея Рзалман из Ляда, тоже напишет свой Шульхан-де-Раф. Он не ко всем томам есть. И все они просто повторяют компоновку арбатуре. Вот это четыре тома компоновки. Причем, более того, все повторяют параграфы. Значит, каждый том разбит на главы. Они называются «Голохот», а каждый внутри еще раз разбит. И по этому поводу каждая статья имеет заголовок, о чем она написана. Но дело не только в этом, что разбито на четыре тома. Значит, четыре тома выглядят так. У нас первый том – это «О Рахаи», «Дорога жизни». И посвящена она законам, связанным с временем. Значит, законам, связанным с временем, при этом очень красиво придумана следующая вещь. Значит, ну вот сам Арбайну Яков пишет, я назвал ее «О Рахаим», потому что из него тот «Саот Гахаим», из него «Пристекание жизни». Значит, повседневная жизнь еврея каждый день. Но при этом в компоновке что красиво. Значит, он вначале компонует законы ежедневной жизни, они практически первые все законы связаны с молитвой, а именно оно происходит как бы временным порядком. Как встают утром, законы цицит, которые первые надевают утром, потом законы тфелин, потом законы утренних благословений, законы чтения шма, законы молитвы, законы саперторы, ну и так далее. Утренние – это самое. Значит, далее законы, связанные с трапезой. Ну вот как человек живет же день, он идет, он встает утром, идет молиться, потом идет кушает. Значит, подробные законы, связанные с трапезой, потом законы, связанные с послеполуденной молитвой, потом законы вечерней молитвы. Как бы на этом день кончился. Ну, в смысле, молитвная часть. После этого идут законы, связанные с субботой, потом законы, связанные с Рош Ходыш, значит, но суббот в году, ну, грубо, 52, Рош Ходыша только 12. Законы Песох, законы праздников, холь гамоэт, дальше ваах, то есть идут дальше по мере праздников законов. Значит, очень удобно найти причем. Они вот, вот это очень, очень качественная, очень удобная компонентка. Второй том, он называется Юрэ Дэа, и Сифтэй Коэн Юрэ Дэа, имеется в виду стих, конечно же, значит, уста Коэна, уста священника, учат законы. Значит, там как раз законы, которые не связаны с временем уже идут. Это, ну, первая часть целиком посвящена закону шхиты, кошерности животного, законы, как обращаться с кровью при резке животного, какая часть животных типа хэлов запрещена, законы мяса с молоком, законы вина, а вот далее идут повседневные законы, но они не связаны с временем. Это, например, законы, связанные с идолопоклонством, с процентами, запрет колдовства, запрет делать татуировки, запрет носить платье, одежду или поведение в соответствующую полу. И законы Миква, почитание отца и матери, учителя, геры, законы, связанные с землей Израиля. И в конце законы траура уже, в самом конце. Значит, законы посещения, например, больных, на самом деле посещение больных регулярно означает не столько посещение, сколько забота о больных. В общем, более точнее понимание это место. Значит, это второй том. Третий том – это Эвенга Эзер. Но вообще, надо сказать, что Эвенга Эзер переводить довольно трудно. Это, конечно, камень помощи, но имеется в виду следующее, что жена, она как Эзер каникдо, она помощь мужу, поэтому это камень помощи, но имеется в виду жена. Это законы семейной жизни, и опять она довольно последовательная о том, что человеку заповедано, закон Торы следует людям размножаться. Это законы, в буквальном смысле слова, законы брака, законы обручения, законы брачного контракта, развода, ну и так далее, и так далее. Включая, например, как-то не странно, законы Сота. Я хочу заметить, что законы Сота, понятно, что в Шелханарухе посвящены не храмовому поведению, как в храме это делается, а подозрение в измене как основание для развода. Там же закон Сота, он же уникален тем, что там нет доказательств, что женщина изменила, а есть только подозрение, потому что если есть доказательства, то законы Сота не применяются. Только при сомнении этот закон применяется. Понятно, что там речь идет о уровне подозрения, тут же всегда подозрение должно быть все-таки обоснованным. Я понимаю, что есть люди, которые готовы ревновать жену кому угодно, даже к проходящему мимо столбу, не проходящему как-то. Если он может проходить, то имеет смысл, да. Да-да-да, я прекрасно знаю, я сталкивался на самом деле с такими ревницами, правда у женщин больше таких, может быть у них и оснований больше. Но мужчину не поют, но мужчину не поют. Это да, это да. Значит, там еще есть вопросы при таком разводе, как поступают с брачным контрактом, то есть там есть вопросы. Значит, и четвертый том – это Хошин Мишпад, и это законы уже судебные, в основном финансового права. Хошин Мишпад, я уже сказал, на грудниках России. Вот такая компоновка книги. Я хочу заметить одну довольно любопытную вещь, что вообще, вот когда говорят там степень моральности этой книги, степень обращения к морали, хочу заметить простую вещь. Вот в ЮРДА мы видим законы почитания родителей, законы, ну на самом деле обращения с рабами, законы тздаки, законы изучения торы, законы… Ну, кстати, мезузы здесь находятся, естественно. Законы клятв, значит, но нет, например, законов, ну вот Раф Каневский обращал внимание на то, что в Шульханарухе нет законов о Лошонгора. Они есть, на самом деле, в Хошин Мишпад есть законы о клевете и дефамации, имеются в виду законы. Они есть, но там чисто финансовая сторона вопроса, какие штрафы, какие компенсации при клевете и дефамации могут быть назначены судом. То есть там штрафные законы есть, на самом деле. Но сами законы, как себя вести. Вот Рафа Каневского спросили, почему в Шульханарухе этой темы нет, а ее нет, потому что ее нет в арбатурии. Вот, будь она в арбатурии, она была бы в Шульханарухе. Вот вопросы, которые поднял автор Арбатурии, они есть в Шульханарухе. Не поднял их мету в Шульханарухе. Значит, он говорит, что, ну поймите, ну галактически все очень просто. Не говорит годы с тем ближним своим. Ну, на самом деле. Вот такая вот книга Хафецхаима, законы Лашона Хафецхаим, законы клеветы и злоязычия, ну сплетен, Лашон Хараа – это дурной язык, но как бы на русский язык. Хорошо не переводится. Злословие, нет? Злословие, но пойми, злословие, да, наверное, злословие. Но дело в том, что, ну галактически, вот я знаю людей, которые ее регулярно читают, и там такая книга, которую раз в год надо прочесть. Понятно, что ее читают не для того, чтобы научиться законам, а чтобы самому избегать этого, потому что избежать вообще-то злословие очень трудно. Во время беседы, когда речь заходит о ближнем, что-нибудь про него рассказать и уследить, чтобы не начал рассказывать то, чего рассказывать не следует, это, в общем, действительно нужно иногда напоминание. И там, скажем, я вообще не предпочитаю не говорить о других простоты ради, потому что, ну действительно, очень трудно удержаться. Есть, значит, вот в Талмуде есть чудесное правило по поводу того, что с пишущей братьей не говорят о произведениях коллег. Почему? Потому что гадость, скажет, в обязательном порядке. Вот и с мастеровым не говорят о произведениях коллег. Почему? Потому что все все понимают. Тут же гадости начинают говорить, удержаться очень трудно. Ну вот где-то подобное. Ежели вы там посмотрите внимательно книгу Хафатсхаима, то там на самом деле проблемы только действительно, которые есть, но каждый тут все равно сам будет решать. Когда известно тебе что-то плохое про ближнего, надо сказать другому. Иногда как бы предупредить, что какое-то не заслуживает доверия в каких-то вопросах. Просто предупредить. И вот здесь там должны быть некоторые, ну большинство народу хватает моральных чувств, чтобы понимать, когда это необходимо, когда можно промолчать. Но это вот такая отдельная тема, там она разобрана. Но в целом, ежели все советы, которые там приведены, ну кроме вот этих тяжелых ситуаций, действительно тяжелых, свести какое-то самое, не говорите о ближних вообще. И будет вам счастье. Ну или только восторженных тонах. В Шимхан-Рухе этой темы нет. Как это не странно. В старых изданиях, в современных этого нет, а в старых изданиях, точнее так я сейчас скажу, в старых изданиях этой книги в одном из мест Орахаим, то есть первого тома, посвященного каждодневной жизни, в какой-то момент было вставлено подряд просто кусок книги Рамбома, кодекса, а именно законы от имени рабиаков. Я нашел нужным скопировать здесь мнение рабов в законах о добродетельных чертах характера, и потому что это и есть Дерах Орахаим, это и есть путь жизни. И далее скопировано. Это самое, в современных изданиях этого нет, но в современных изданиях здесь ставится обычно пометка издателя о том, что в старых изданиях здесь стоит глава Рамбома, книга Рамбома, вставлена просто в лоб без всяких примечаний, законы добродетельного образа жизни. Вставил ли это сам рабиаков или это кто-то после него вставил, это еще такой вопрос. Значит, Рав Каневский, который говорит, что эти законы, например, вот о злоязычии нет шурханарухи, просто потому что они слишком простые. Но добавляет он к несчастью из-за того, что они не вставлены, они их забывают и приходится напоминать отдельным образом. Просто потому что так как их там нет, люди часто забывают о существовании этих законов. То есть как бы то, что связано именно с правилами очевидной морали, как бы Рабий Яков не считал нужным это писать. Как бы, ну, любой приличный человек и так знает, как правильность его вести. В результате получился некоторый очень фундаментальный труд в четырех томах. Четыре этих тома, они стали запредельной классикой, и к ним они издаются с двумя обширными комментариями, один из которых Раби Йосеф Каро, Бейс Йосеф, второй есть еще один комментарий, Раб Йоэль Сиркес, Байт-Хадаш. Значит, Байт-Хадаш – сокращение Бах, и когда вы видите еврея с фамилией Бах, то это просто обозначение, что он из этого рода, из рода Байт-Хадаш. Это не ручей немецкий, это у немцев ручей. То есть немцы Бахи – они ручьи, а евреи Бахи – они новый дом. Разные фамилии и даже пишутся по-разному. Значит, два громадных комментариев всегда издается. При этом надо заметить, что, тем не менее, немецкая сущность, ажкинацкая сущность Раба Йоакова продолжает. Есть, в отличие от Рамбома, который приводит всегда одно мнение, и я знаю считанные там, по-моему, 10, по-моему, мест, где он приводит два мнения к одному вопросу. Это считанное число таких мнений, причем он еще всегда пишет, как он считает правильным, когда там приводят два мнения. Это значит, что он вступает в какой-то актуальный спор в его время, который был. И он при этом всегда указывает, какое мнение правильное, и дальше, когда вы читаете, вы обнаружите, что дальше вся Галаха будет по тому мнению, которое он указал, как правильное. Но почему-то он находит нужным, упомянуть еще одно мнение – это какой-то очень актуальный спор в его время. Таких мест, я говорю, на всю, на 14 томов, 10, по-моему, то есть там ничтожное количество таких мест. Рамбов в спор не приводит. Раби Яков все-таки германский автор, ашкенадский, и они так не имеют. Он пишет споры. Он пишет споры, он приводит споры. Я бы сказал, что в основном основные мнения, безусловно, там – это мнение Рамбома, мнение его отца Рабейну Ашера и мнение Раби Мэйры из Ротенбурга, естественно. Вот эти основные мнения, они вот такие. Псекам ближе, я бы сказал, к сифарской при этом, как-то не странно, но она написана в Испании из-за просторея испанской общины. Тем не менее, вот эта книга, она и положила начало. И я хочу заметить, что, например, нормальный раввин, который галахист, должен знать закон не только по Шелхана Руху, но одновременно читать, что написано в Туре в том же параграфе, нумерация параграфа Шелхана Руха и Арбату Рим совпадает. То есть, если вы видите ссылку Орвахаин, там, скажем, закон номер 183, давайте чем-нибудь более приличное. Законы номер 89, это законная молитва, то в Шелхана Рухе они будут ровно там же. В том же параграфе будет та же самая тема. То есть, темы будут повторены один к одному. Другой разговор, что Рабе Есапкаро, он все-таки очень испанский автор, и он не приводит вторых мнений. Но там Шелханарову крупно повезло, там их два автора оказалось, там привезено второе мнение. Но не его. Он приводит одно мнение. Но это Рабей, но Яков этого, по-моему, он просто не в состоянии это протелся до него привезти. Это просто вот это давление ашкенатской школы немецкой, ну, ашкенатской, я не говорю, ашкенатской, ашкенатской, германского еврейства, что мнение должно быть, много мнений хороших и разных. Говорит, а как правильно? Что за дурацкий вопрос? Если мнение хорошо обоснованное, то оно правильное. А вы с ним согласны? Нет, не согласен. Но оно хорошее. У меня свое мнение. И какой закон? Ну, смотря, говорит, где и кто постановление издает. То есть в этом смысле германская община, она действительно не очень любит одно мнение по всем вопросам. А вот испанское, да, испанское это любит. И как бы... Ну, да. Кстати, вот есть открытый текст самому Рабейну Якова по этому поводу, когда он говорит, что это что за бредовое мнение, иметь одну книгу, откуда весь закон черпается, потому что не может быть одной книги, где все мнения идеальные. Ошибок может быть мало, но они могут иметь серьезные последствия. Он говорит, что так не бывает, что на одной книге придется, но было пользоваться одной. Но при этом про Рабейну Якова рассказывает следующее, что он считал, он говорил, что нельзя же все время заниматься галахой, надо что-то делать для души. И он написал комментарий к Тории. Комментарий к Тории, его биографы утверждают, что она была создана моментально, причем без книг, на память. Собственно, комментарий Арба Тории, он так и называется, комментарий Арба Тории, к Тории. Это чаще всего пересказ Раши или Рамбана. Он предпочитает эту пару, иногда и Бенезу. Но дело в том, что он, вот что такое характер хороший, он как бы в предисловии ко всем главкам или темам приводил то, что называется десерт Торы. Это гематрии, это какие-то выводы такие вот на основании вот таких вот необычных идей. Очень много гематрий, очень много концы слов образуют слово такое-то, что нам, в принципе, сказать. Там довольно много вот таких вот, то, что называется десерт Тории. сладкий, 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 сладкий Торий. Вот. Он, значит, там есть. И как это ни странно, вот в том, что называется микроотгдалот издания Торы, то есть издания, где есть обязательно комментарии Раши и Бенезера и Торгума, а дальше, ну, смотрение издателя, ну, вот такой комментарий, вот такое издание называется автоматическое микроотгдалот вслед за первым таким изданием еще итальянским, древним, первопечатным. Значит, в таких изданиях Арбатурим регулярно печатается, но при этом он на самом деле это только вот эти вот вырезки вот из этого сладенького. По этому поводу, как бы, вот такой серьезный человек и такой несколько странный комментарий, значит, тем не менее, он полная классика, и он регулярно публикуется, то есть в куче, вот Бальга Торим, я открыл в первом попавшемся месте, значит, глава 12, книга Шмот, глава 12, и едят, и ешьте мясо в ту ночь, запеченное на огне, и с мацой, над горькой зеленью ешьте его. Бальга Торим, стих начинается и заканчивается едой, ну, написано вначале, вахлу и ешьте, и кончается ешьте его. И этим намекается, что нужно есть два раза, а именно есть пасхальную жертву и жертву праздника Хигига. или написано ешьте, а дальше сразу в следующий стих начинается не ешьте. Сказать тебе, что есть надо именно во имя пасхальной жертвы, а не во имя обжорства. Ну, и так далее, и так далее. То есть мы сейчас что-нибудь гематрии, то есть найти где-нибудь гематрии есть. Обычно я ради гематрии у нас читал. И сказал Бог все эти слова следующие. Значит, вот гематрия и сказал Бог все эти слова следующие, что распадает с гематриями вот такие вот гематрии веселые, вот там куча таких вещей, но еще раз, это обрезанный арбатурим, это именно вот сладкое из этой книги. Вот он это тоже, но эта книга как бы она ее, не то что, я ни разу не слышал, что пробовали, ее упоминали, но ее читают, ну вот люди, которым такие вещи нравятся, мне они нравятся, они ее время от времени заглядывают туда, скажем. Ну вот такой вот человек утверждается, что вот он без книг это написал просто в один присест этот комментарий, верю, у человека память феноменальная абсолютно была, и я верю, что он на такое способен. Ну вот где-то вот так, но вот арбатурим на долгое время стал такой вот книгой, дело в том, что в нем есть одно серьезное достоинство, оно стало еще легче, после шухонаруха, то есть когда нужно посмотреть, какую сегодня читают молитву, например, то орхайр берешь, открываешь и быстро смотришь, какую молитву надо читать. Ну есть другие книги более именно к вопросу молитвы, но шухонарух, как только у вас проблема более сложная, ну правда, сегодня там нужно читать с комментариями, но не важно, но зато очень удобно, у вас все собрано в одном месте, и вот там, а нужно ли говорить браху на авокадо во время трапезы, там, конечно, авокадо не упомянуто, но тем не менее, из того, что там написано, ясно где смотреть надо, нужно ли во время трапезы говорить браху на авокадо, кстати, по-моему, не нужно, вот, но это уже так, такой отдельный книг. Вот, но это вот такая вот книга, и я повторяю, она как бы, вот когда Хосону, жениху дарят библиотеку еврейскую, ну ученому Хосону иногда дарят еврейскую библиотеку, то она включает в себя, значит, Талмуд, Шульхана Руха и Арба Турим. Арба Турим, как бы, обязательная часть библиотеки должна быть, как бы, что доказывает, что житель этой квартиры серьезный человек, он не только Шульхана Руха читает, но и Арба Турим тоже. Это обязательная книга для приличного родина. Ну вот, где-то то, чего я хотел рассказать сегодня. Окей. Господа и господа и дамы, у кого-то есть вопросы? пока народ думает, если можно. У меня про такой общий вопрос не знаю. Если как бы не охота, либо нет времени, можешь отделаться каким-то коротким замечанием. скажи, а скажи, вот такая штука, вот такое огромное количество, да, вот законодательной литературы, да, и в наше время, ну, время какое, я не знаю, ну, 20-й век, например, может 21-й век сложновато. Окей. Мы не видим такого количества литературы, да, хотя, по идее, как бы те вещи, про которые ты говорил, но они очень практические. Жизнь еврейская поменялась с мекоцел и коцел, а с одной стороны в другую сторону, да, правильно? А почему нет пропорционально такого же количества литературы? Есть пропорционально, да, все намного хуже. Книг издается безумное количество. Просто безумное. Я как бы меня вообще надеряет написать мораторий на написание книг. А да? Да. Книг издается безумное количество. Которые становятся такой же классикой, которые как бы... Нет, нет, нет. Классика определяется ведь через что классика, что не классика определяется временем. А, окей. Смотрите, никто не может сказать, что написал. Причем ведь издают книги, ну как? Там, скажем, в моей ешиве из моих преподавателей при мне двое издали книги. Но на дно хихикали все ученики совершенно непристойным образом. Вторая книга меня удивила, я безумно уважаю этого человека, мой непосредственный учитель, но книга была посвящена ну настолько, как мне кажется, не его теме. Толстая, как не знам, ушел. Значит, чтобы писать книгу нужен талант еще в придачу ко всему. И, скажем, вот наш Рош-Яшива вообще категорически не писал ничего. Просто отказывался писать. Говорят, что и так слишком много написали. его сын, по-моему, тоже ничего не писал. Просто принципиально ничего не писал. Классические книги, ну давай посмотрим, вот 20-й век, да, он прошел, будем считать, 20 лет прошло. Надо смотреть, что он нам оставил. Он оставил нам Ароха Шелхан Рава Эпштейна в галахической части. И ты можешь еще раз повторить, я пропустил, как имя? Ароха Шелхан Рава Эпштейна. Я, например, там, я. Я в данный момент просто свое мнение высказываю, но это мнение довольно общее. Считаю, что это главнейшая книга современная по действующей галахии. И там все спорные вопросы решают по этой книге. Причем, замечу я, собственно, практически весь вязаный кипа практически вся по этой книге решается. Но простой человек, простой человек, да, по жизни, он не открывает ничего, простой человек обращается к равенному. Простого человека сильно позже, в 19 веке, будет Равишлому Ганнстрид, напишет книгу Кисушуханару. Ну да, Кисушуханару. Правильно. Кисушуханару. Но весь фокус в том, что Кисушуханару, во-первых, он махмер, чудовищный махмер. Там галаха очень срово дана. Во-вторых, там нет сложных тем, потому что как бы Равишлому Ганнстрид предполагает, что это повседневная жизнь, а более сложные вопросы есть Равин. Окей. Ты придешь в синагогу, спросишь Равин. Да. И так делает нормальный человек. Так поступает нормальный человек, он Раби Якова подойди, ежели не... Да. И он тебе скажет... Даже не подхожу, а пишу в телеграме просто. Ну как бы... Да, или в телеграме спроси у него. Да. Так и делаю. Правило Селеха Рав Сделай себе Рава. У нас же два варианта понимания этого места. Второй с усмешком. Сделай себе Рава это это самое. Пусть тебя будет у кого спросить, а можно Сделай себя Рава. А, окей. Там все выучи. А, Селеха. Да, я понял. Ну послушай, тогда можно правильно ли сказать, что перечислены тобой книги, да, это материал, для раввинов, которые из этого понимают как бы логику и основание методов как бы продолжения они выводят на сегодняшний день. Абсолютно верно. Но дело в том, что я пытаюсь сказать некоторую вещь. И я понимаю, что это сложно. Вот книги, которые я перечисляю, я ведь не перечисляю кучу, пропускаю кучу замечательных книг, а называю только книги, которые как бы обязательны для того, кто должен стать рабом. А, окей. Градо, теперь понятно. Для этого раввина без этих книг невозможно. Это книги, которые составляют тело современной глухи. Я упоминаю только эти книги. Почему? Потому что Альфаси, Рабейно Ашер и вот три книги, Мишне Тура и Арбату Рим, ну и Шульхан Зарух, который за этим пойдет, это и есть тело современной глухи. И по этому поводу, например, что такое Шульхан Зарух, почему он столь важен? Человек, который говорит, что глуха такая-то, потому что так написано в Шульхан Зарухе, не должен ничего доказывать. А, окей. Какой-то аксиома, аксиома. Это аксиома, кто говорит, что глуха другая. Или Галаха в данном случае не применим, Шульхан Заруха не применим, смотри, примечание к нему, там два основных примечания. Там примечание такое-то, примечание такое-то, смотри. Но дело в том, что это важнейший момент есть. Вот те, кто учились в университетах, ну на гуманитарных языках, я имею в виду, у них же обязательно кто-то, каждый преподаватель или у вас была отдельная лекция, зависит от типа образования, о том, в вашей специальности на кого можно ссылаться. То есть ссылка на кого является, принимается без доказательств. То есть, говорите, что мнение такого-то, то доказательств вам не нужны, потому что эта книга принята всеми, и вам, наоборот, регулярно нужно доказывать, что вы не согласны, когда вы не согласны. Вот это правило, что принимается без доказательств, оно очень важное. И Шельхана Рух вообще-то принимается без доказательств. Другой разговор, что там квалифицированные авторы знают, где какие поправки надо вводить. Но при этом это именно есть то самое, как проходила история всех этих дел. Потому что, понимаете, ежели мы говорим, что актуально читают сегодня, сегодня зависит от того, к какому кругу из рейтян вы относитесь. Если вы относитесь к вязаной, скажем, к пену, условно я бы значаю этот круг, то на сегодняшний момент супер востребованно это нечасто бывает это Танах причем Пшат Танаха Пшат Писания это супер востребованная вещь. Правда Пшат ну вот Натан знает, что я бы значаю словом Пшат вот именно такое, потому что я-то в этом нахожусь. как бы ну именно в этом русле лежу и там но у меня учителя оттуда были именно в том, что связано Станах у меня учителя оттуда все. Естественно я к этой школе принадлежу. И естественно то, что я называю Пшатом ну вот Натан знает, что это такое. Ну что я представляю. Но вот сегодня это крайне актуально. Из книг, которые читают скажем читают но еще 20 лет назад кстати в тех же кругах очень много читали еврейскую философию. Безумно много. Незадолго до этого был огромный ренессанс хасидской мысли там несколько очень важных книг кстати на эту тему написано в 20 веке которые как бы пытаются изложить последовательно что такое хасидское представление о мире вполне удачные книги есть несколько это было смотрите ведь все же идет волнами кругами значит в этих кругах сегодня вот эти книги читают и скажем вот огромный проект предпринятый Масадом Раба Кук Микроотк Далот Кетер Корона где собраны то что называется по штаним прямые комментаторы а куча из которых народ просто не знал даже там Ибн Балам например приведен а Ибн Балам это предшественник Ибн Эзера кто читал Ибн Балама пока не издали в своем сборнике причем видно как Ибн Эзера читал Ибн Балама кстати ни разу не сослался нас не читал Они наконец привели Рава Сади правда нет длинный комментарий это все короткие комментарии они привели кучу народу и это восторг этой публики это совершенно грандиозный проект он завершен по-моему я не знаю на все книги на Торо он завершен точно и сегодня он выставлен в интернет кстати свободный есть доступ к нему что за что им отдельное спасибо но это сегодня что читает но скажем вот я давайте я приведу пример он может покажет целью стратегии значит Раф Абрам Кук да да как назвать его последователь Кукисты Кукианцы как хотите назовите но Кук Раф Кук любители его до сих пор огромное количество людей его очень нет у него был сын и что у него был сын а сын да 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 конечно его сын был значит где-то лет 20 назад издали его комментарии его лекции к Хумаше в пяти томах толстых томах я это радостно взял читать не выдержал и спросил учителей которые у него учились вы учились у него вы эти лекции слушали вы не подскажете что вы в них находите почему вы что вы в них находите может я просто неправильно смотрю но вот есть такая вещь я читаю книгу и я не вижу то ради чего ее надо читать может я просто не обращаю внимания на что-то вот на что один из них сказал ты понимаешь я начал читать эту книгу потом встал открыл свои конспекты у меня дома лежат конспекты вот того что есть который я писал когда это слышал и я говорит не понимаю что произошло тогда казалось что то что он говорит это вершина мира а сейчас нет а сейчас нет вот это есть время потом все может смениться может быть еще там лет 20 и вдруг ты поймешь что он говорил только по отношению к Равкуку у нас другие нет к Равкуку это не относится Равкук это поэтический текст поэтому его можно интерпретировать он как раз слишком богат по содержанию он поэтический текст это же наши споры с Пинхасом вечные либо философия либо поэзия выбери что-нибудь одно я говорю такое читать не могу он говорит ну что-то это так здорово действительно здорово но вопрос нет Равкук останется но смотрите еще пройдет сколько-то времени и вдруг опять вернется вот мало кому из вас наверное доводилось читать старые проповеди древние какие-нибудь 18 века изданные 16 века они изданы некоторые и вы читаешь и понимаешь его вопросы не мои вопросы его проблемы не мои проблемы время прошло последнее последнее если можно как бы чтобы тебя не задерживать вот те ту классику которую ты перечислил правильно можно ли по-простому сказать они отличаются вопрос подходами лидер методом классификации запятая расположение материала либо это разница кардинальная в подходе смотрите это же закон это же галахан она галахан и есть галахан как то что в талмуде все они согласны что то что в талмуде есть закон по этому поводу они похожи как правило споры они касаются деталей которые не всегда даже понятно с чего вдруг детали ну вот давайте какой-нибудь пример но я приведу самый простой пример то что растет на земле если сезонный фрукт например клубника она сезонная или помидоры в те времена когда это писалось 20-е годы это сезонный на него когда получают плодного урожая говорят шагахияны даже на огурцы куча народу например по-моему в Хабаде это принято шагахияны говорят только на фрукты и никогда не говорят о том что растет на земле скажите это разница в подходе или это что или это фиксация каких-то местных обычаев там разница обычно где-нибудь вот такие сильно принципиальные разницы вот например где есть принципиальная разница между ашкеназами и сифардами в том что почти по всем мнениям является опиской в шелха наруч разница в короле пишет про то что не следует есть рыбу с волоком почти все уверены что это описка имеется в дне тем не менее ашкеназы довольно быстро забирают этот закон как бы они говорят что не следует но дальше перечислять все случаи когда можно краткое содержание карп сметаны конечно же может но представляете ашкеназского еврея который хочет запретить карпов сметану его же голову оправдить сифарды не едят масло с рыбой пожалуйста масло ну как можно нежно вы собираетесь есть бутерброд с соленым лососем маслом хлеб не намазать это же даже не поймут для сифардов это нельзя но это кажется описано то есть даже сифарды говорят что они не исключают но тем не менее установившиеся обычаи сифардские ну вот такие рода разницы сильно принципиально ну чуть-чуть по-другому читается текст молитвы ну чуть-чуть разница ее под лупой надо изучать то есть есть разница но ее изучают под лупой это разница по этому поводу разница в подходах есть разница в том как выводится галаха она бывает разница в практических законах иногда в актуальном законе который оказывается слишком сложным там могут быть разные но повседневной жизни вот то которое там вся разница не принципиально ну то есть как окей но ежели мы находимся в мире где как правильно готовы друг другу головку перегрызть то актуально понятно ну у меня как бы еще куча вопросов я на сегодня как бы ограничиваюсь давайте в следующий раз посвятим вопросом и ответом потому что я чувствую что люди не понимают не чувствуют то о чем я говорю что то что я говорю мне кажется очень просто но поймите я это совсем непросто естественно я из того мира где это естественно я могу не видеть где трудности просто потому что такие вещи трудности видны со стороны для меня я не вижу трудности вот где моя проблема если бы мы были в аудитории я бы вам определил что вы что-то не понимаете и попробовал бы исправить и это самое но я вас не вижу понимаете в чем вида если бы я вас видел было бы по-другому сильно все это наверное прозвучало но сидя дома и вас не видит довольно трудно давайте попробуем устроить вопрос и ответ потому что я чувствую что что-то из того что мне очевидно вам непонятно даже это нормально я считаю давайте может быть следующее занятие действительно посвятим мне лично мне лично мне во-первых то что говорит Мейер даже мне как бы катоньте неучу это как бы вечную слуху мне интересно действительно понять логику привязку к сегодняшнему дню и как это вообще говоря просто осуществляется вот это как бы мои запросы но каждый может как бы выяснить правильно вот поэтому вот скажем давайте так то что я рассказываю это более-менее я естественно эту книгу дома у меня нет это более-менее учебник еврейской истории для харидинных заведений на самом деле ну естественно куда более ну по-другому рассказаны но основные узловые пункты которые я рассказываю они под влиянием его естественно этот учебник я думаю у меня нет этого учебника но вот школьный такой учебник где вот эти темы в харидинных школах обязательно рассказывают но в не харидинных школах еврейская история выглядит по-другому вот поверьте по этому поводу я более-менее придерживаюсь вот линии как бы она школьная абсолютно то есть я не рассказываю что-то вот уникальное не так как в этом учебнике написано потому что в этом учебнике написано да но тем не менее а можно вопрос а в Москве в харидинных школах историю дают по учебникам на еврейском на еврейском я не знаю я знаю что этот учебник харидинной еврейской истории был переведен на русский язык я просто знаю что он был перевод был осуществлен очень давно я не знаю переиздавался ли он этот учебник ну в смысле на русском языке ничего этого я не знаю я знаю что этот учебник был и был переведен просто как бы в Москве то еще остались харидинные да школы И вот интересно, на чем они учатся. Посмотрите, харидимные московские, они, те, кого я знаю, они отличаются от местных харидимных. Это другая совершенно публика. Ну, предположим, Марина Роща, она по тому же варианту учебника учится. Марина Роща, по-моему, не хаббатское место вообще. Там хаббатское, там есть Хеддер, насколько я понимаю, там же на историю учат. Я не знаю, что они там учат. Это у него надо спросить. А, вот там надо искать, да. Это там надо спросить, кто что учит. Кто как преподает и что. Просто было бы интересно найти учебник на русском. Я говорю, я знаю, что он есть. И, по-моему, его переводил кто-то в окрестности Пятигорства. То есть надо зайти на его сайт, и там он может быть. Понятно. Рувен на Пятигорском. Рава Рувен. Да-да-да, понятно, да. Переводил кто-то из той окрестностей, поэтому надо к нему на сайт зайти и посмотреть, кисть он или нет. Окей. Господа, я думаю, надо отпускать Мейера. Я дико извиняюсь, что большую часть времени я сам задавал вопросы, не даю другим, но я как бы спрашивал. Давайте на этом закончим. Мейеру огромное спасибо. Подумаем, поразмышляем, может быть, в следующий раз начнем занятия с вопросов. Хорошо? Ну, тогда всем всего доброго. Счастливо. Спасибо, Мейер, огромное. Пока. Спасибо. Спасибо.